Здравствуйте, как собрать у собаки то, что подобрал на улице? Команда Дай не помогает, переключение внимания иногда получается, когда предмет большой, когда предлагая корм, им просто заедает. Мария, у меня есть отдельный вебинар для собак, которые подбирают на улице, и там я рассказываю такую поэтапную систему. Вам предлагаю зарегистрироваться на данный вебинар. Как вообще всем, кто хочет присоединиться к каким-то другим вебинарам, которые я провожу, как это можно сделать? Зайти ко мне в Инстаграм. У вас под презентацией есть кнопочка красненькая «Подписаться в Инстаграм». В ссылке в шапке профиля есть ссылка. Кликая на нее, вы можете кликнуть. Я вам сейчас сюда прям в чат скину, чтобы вы не искали. Я вам сейчас в чат скинула ссылку. Там вы можете оставить свой email. Вы, во-первых, получите три урока бесплатно. Во-вторых, если вы оставите свой email, вы попадете по систему оповещения про различные мастер-классы. И один из них – это помойка «Как это учить собаку не подбирать пищевой мусор». Также есть онлайн-курс. В любом случае, на этом вебинаре я в конце тоже про него рассказываю. То есть я даю какую-то информацию, которую могу дать в теории, какую-то информацию, которую я не могу дать в теории. Она уже есть в онлайн-курсе. Ну и теория, и практика. Ну или сразу вы можете посмотреть онлайн-курс «Помойка. Как научить собаку не подбирать пищевой мусор» – это вторая ссылка. Сейчас у вас появилась в чате. Что касается вашего вопроса, чтобы я вам сейчас помогла, мне очень ответить сложно. Сейчас еще раз на это ваш вопрос. Потому что это многоступенчатое упражнение. И да, действительно будет работать, если вы его натренируете. То есть сначала вы тренируете, да, и на игрушках. Потом вы тренируете, да, и на игрушках, которые очень нравятся. Потом вы тренируете, да, и на пищевых продуктах, но они не очень классные для собаки. Например, морковка и многое другое. Ну и естественно, каждый раз эта собака получает какое-то подкрепление. Либо продолжение игры, либо кусочек, либо то, чтобы она отдала и так далее. Сейчас, что касается вебинара, просто приучите собаку гулять в наморднике. И это будет безопасно. Если вы хотите ограничиться не только тем, что собака гуляет в наморднике, но и в принципе она вам легко отдает то, что она добыла, и она в принципе не обращает внимания на пищевой мусор, тогда приходите в мой онлайн-проект. Это отдельный курс, он небольшой. Как научить собаку не подбирать пищевой мусор. Ссылку я сейчас скинула в конец чата. Собаки, которые не подбирают. Я сейчас в конец чата залезла, чтобы посмотреть. Уточню, еще вопросы, кому я задавала. Может, кто-то что-то ответил. Есть собаки, которые не подбирают. Ну да, они, наверное, есть. Но в целом они, скорее всего, перекормленные. У них не очень разная пищевая мотивация. Поэтому, если собака закормлена и плохо есть корм дома, то она, возможно, будет меньше подбирать еду на улице. Но, безусловно, есть собаки, у которых это больше выражено, у которых меньше выражено подбор пищевого мусора. Но подбор пищевого мусора – это больше не желание покушать. Смотрите, если собака активная, но при этом ее не научили не тянуть поводок и смотреть на хозяина, ее этому не обучали, естественно, она будет свою активность скидывать, просто будучи собакой, что-то нюхая на земле. Также есть породы, которые, в принципе, предназначались для выискивания чего-то, те же бигли. Да, оторвать нос от обнюхивания достаточно сложно. Поэтому есть более предрасположенные породы, есть менее предрасположенные породы. И есть состояние общее, которое может быть хуже. Ну, как сказать, собака может быть, например, достаточно активно возбужденная, но при этом с ней мало занимаются. Естественно, она будет на улице все хватать, тащить в рот. Продолжение следует...